Давайте и в конце я покажу вживую, как можно каждому из вас запустить даб, прямо настоящий эфириум мейннет, и как им пользоваться. Значит, давайте, если есть вопросы, прямо после слайда их задавайте сразу, потому что тут довольно-таки тяжелый материал. Скажите мне за 5-7 минут до конца времени. Да, окей. Хорошо. Итак, сначала поговорим, что такое DApp, какой у них жизненный цикл, как они рождаются, как они умирают, что такое SMARTS, как это работает, и с такими проблемами мы столкнулись, когда делали решение по созданию DApp. Аудитория тут русская, я думаю, никто не обидится, если я их буду DApp называть. Так проще. Поехали. Так. Важное уточнение. DApp – это не просто смарт-контракты, это еще и какой-то фронтенд, который на сленге называется мордой. Если у нас раньше были сайты, да и сейчас есть, которые представляют из себя какую-то красивую картинку в браузере, за которой стоят какие-то сервера, там, будь то ВКонтакте, Facebook, Google, то в случае DApp'ов бэкэндом являются уже не сервера, а блокчейн, эфилиум, EOS, Tron и так далее. Как выглядит ваше взаимодействие с DApp? Ну, на самом деле, очень похоже на то, как вы взаимодействуете с сайтом. Открывается какой-то интерфейсик, там он визуализирует информацию какую-то из блокчейна, вы можете выполнить какие-то действия. Действия повлекут за собой запись данных в блокчейн, произведение каких-то, допустим, пересылок, может быть, токена, криптовалюты, может быть, нет, не обязательно. Когда вы что-то попробуете сделать, фронтенд, который обычно разрабатывается на Java скрипте, на Type скрипте, он выполнит какие-то вычисления у вас в браузере, не где-то там, не где-то на серверах, он сделает это прямо у вас на компьютере, и он сформирует транзакцию для отправки ее в блокчейн. Транзакцию эту нужно подписать перед тем, как отправлять блокчейн, и здесь в ход пойдет ваш закрытый ключ, вот тот, который как раз происходит из 12 издов, из 6, управляет вашим закрытым ключом на вашем компьютере в идеале. Допустим, браузерное расширение, MetaMask, например, а кто слышал про MetaMask, кто пользуется? Знакомая тема, да? Или, допустим, TrustWallet, в случае, если мы говорим про мобилки, вот. Они подпишут транзакцию, кинут ее в бемпу, так называемую, она рано или поздно попадет в блокчейн и что-то там поменяет. Как минимум, она будет зафиксирована. С вас обычно возьмут какую-то комиссию маленькую за транзакцию. Отличие от сайтов в том, что это будет помедленнее. Но мы об этом поговорим еще. После того, как что-то поменяется в блокчейне, вы увидите эти изменения в интерфейсе. Дальше. Да, еще упомянул такой момент. Правильно было сказано в первом докладе, в первом вступлении. Сейчас, ну и, видимо, в скором будущем это также останется. Блокчейн это не про большие данные. Поэтому, если мы хотим хранить большие данные, взаимодействовать с ними в блокчейне, то нужно использовать дополнительные, скажем так, сервисы. Также децентрализованные. Это, например, IPFS, SWARM, Filecoin, так называемые. Но это отдельная большая история. Там все непросто. Но в принципе возможно. Мы их используем. Дальше, пожалуйста. Вот так может выглядеть интерфейс D-App. Прямо сходу. То есть внешне он неотличим от сайта. Только данные получаются из блокчейна. То есть мы тут видим какие-то числа, видим какие-то адреса, какие-то названия. Дальше, пожалуйста. А вот может быть самая простая правка транзакций. То есть все вроде просто. Кому, сколько. Все, послать токены. Дальше. Зачем вообще нужны D-App? То есть в дополнение ко всему уже сказанному ранее. Давайте я попробую еще раз подытожить со своей точки зрения. В чем профит для бизнеса? В том, что, во-первых, не нужно держать серебра. Не нужно переживать, что серебра взломают. Не нужно переживать по поводу того, что украдут ключи, потому что, допустим, у контрактов нет ключей. Контракт можно взломать, если есть уязвимость в коде, но просто украсть какой-то кусочек данных, который откроет контракт, это невозможно сделать, в принципе. Это все работает без нас. То есть это не нужно поддерживать. Если есть эфириум, то это все работает, если есть EOS, Trom и так далее. По интерфейсу, опять же, вот этот фронтенд, это статичный кусок кода, который просто нужно опубликовать как-то. Он может раздаваться с CDN-ов, его может пользователь, в принципе, положить себе на компьютер, и это будет работать. Что касается, вот, кстати говоря, пользовательских данных, GDPR-ов, всех этих, все децентрализовано. Нету никакого сервера, который хранит ваши сканы паспортов и так далее. Мы в прошлом году столкнулись с проблемой того, что Роскомнадзор блокирует Amazon, и как следствие, часть наших серверов попала под это. И мы тогда сделали децентрализованную аудентификацию. То есть это значит, что пользователь просто представляется своим адресом. В этом случае эта вещь абсолютно неблокируема. То есть пользователь от вас, Роскомнадзор, от вашего дапа не может отрезать никак. Ну и опять же, соответственно, ни у кого не возникает потребности никак отчитываться перед каким-либо образом. Дальше, пожалуйста. Так, а теперь в чем проблема дапа? То есть, очевидно, масса дапшин еще далеко впереди. По моим оценкам, через пару лет, как минимум мы увидим какой-то вообще состоятельный рынок. В чем проблема? Уже много сегодня говорили про ключи. Я повторяться не буду, да, про потерю ключей. Затем, в целом, есть какой-то барьер входа, да, вот все эти кошельки, все эти подписи. Казалось бы, что там сложного, но это примерно как пользователь 90-х годов начать сейчас пользоваться WhatsApp-ом. То есть, у него возникнет множество вопросов, типа переслать фото? Как? Что это такое? Где эти фото? Они у меня стоят на полке. Что значит переслать? То есть, вот примерно в такое же состояние попадает человек, когда мы начинаем рассказывать про эти 12 слов, про ключи, про подписи. ну, это просто нужно преодолеть. Просто чатал письмо. Помнишь? Да. Есть проблема волатильности у крипты, ну, тут уже, ладно, решения появляются. Самые, самые такие сложные проблемы, это, во-первых, пропускная способность. очень много транзакций отправлять не получится пока что. Сравняться с визой, с мастер-кардом сложно пока что. И что самое главное, есть задержка. Вот задержка, это серьезная проблема. вот, мы, наверное, слышали про ждите 6 блоков, вот всю эту историю. Это все значит, что там от 2 до 60 минут подождать придется, если мы хотим надежную, надежную фиксацию изменений блокчейна. Ну, например, мы сейчас делаем блокчейн, где надо будет ждать, например, на 1-2 секунды, но это еще не в продакшене. Ну, и да, есть риски, взломы. Вы уже видели на практике. Дальше, пожалуйста. Итак, жизненный цикл. Написали код, тестируем код, потом создается интерфейс, происходит аудит безопасности, ну, Кирилл сегодня уже говорил про важность этой вещи. Затем нужно как-то раскидать вот этот трофейс DAPA между участниками заинтересованными. Опять же, необязательно делать это централизованно, можно делать через IPFS тот же самый. Ну, и вероятно понадобится понадобится вот что-то делать с дополнительными решениями, такими как оракулы, такими как то же самое подключение IPFS и так далее. Дальше. Если говорить конкретно по эфириуму как самой зрелой экосистеме, много сегодня было примеров на эфире, да, Оракон. Сейчас у эфириума много конкурентов, я уже упоминал их не раз, и в целом как-то по моим ощущениям эфириум замедлил свое развитие по сравнению с конкурентами. Ну, давайте рассмотрим. Итак, по созданию кода контрактов, по тестированию тут все хорошо, довольно зрело, могло бы быть гораздо хуже. И было. По интерфейсам становится уже дело похуже, потому что там неудобно, говоря коротко. И с аудитом безопасности тоже есть прорехи. Вот недалее как вчера, сегодня к нам обращался клиент, который говорил, что нас сломали, что нам делать, мы говорим, делайте аудит, они говорят, ой, ребят, ну аудит это дорого. То есть мы лучше там закажем на обворке за 15 долларов в час кого-нибудь аудит. Очень странно, при том, что ребята уже взломали. Как так? Окей, по дистрибуции интерфейса дапа, опять же, надо придумывать самим все. Неудобно. И я уже не говорил про все остальное. То есть тоже готовых решений сейчас мало. Дальше, пожалуйста. мы уже полтора года назад решили немножко с этим делом помочь самим себе прежде всего, потому что поймали себя на мысли, что один тот же депт приходится снова и снова загружать в сеть, как-то интерфейс для него конфигурировать, поднимать. А что самое главное, разработчикам, опять же, тоже неинтересно это делать, им интересно один раз написать как-то вот код, ну, примерно, как они пишут для App Store, написать код, а дальше пусть Apple думает за своим App Store, как его распространять. и мы сделали вот какой-то такой сервис помощник. Дальше, пожалуйста. У разработчика больше проблем, чем у пользователя. На самом деле сервис вырос вот из наших подребностей. Дальше. Так, не буду сейчас вот словами рассказывать, мы все увидим это вживую. Дальше. еще дальше. Да, смартс у нас, то есть вот этот проект, получил название смартс, он находится на домене smarts.io Да, пользуется, там, деплоят вот в реальный мейннет эфира, и мы сегодня попробуем. Для разработчиков это позволяет разработать один раз код и потом продавать его, например, сдача бизнес может какой-то код взять, упаковать его и продавать, если на это позволяет лицензия. А в свою очередь эта штука, она сама генерирует дело. То, чего сейчас нету, скажем так, в каком-то осмысленном решении. Готовы. Дальше, пожалуйста. Как мы это делали? Ну, я уже упоминал, мы сделали свою авторизацию, когда прижал РКМ Amazon. Мы сделали так, что разработчик может сказать, что вот у меня здесь даты, здесь у меня эфир, здесь у меня допустим список адресов и автоматически все это дело появляется в дате. Мы сделали это для эфира сначала и затем мы подключили EOS, когда увидели, что этот блокчейн развивается, набирает силу и он составит конкуренцию эфиру. Дальше, пожалуйста. Да, то есть мы встретили много проблем. Проблемы касаются аудита, но тут нам более-менее легко было, поскольку мы сами делаем аудиты. Метамаск, как я уже говорил ранее, является неким таким барьером, неким порогом, который нужно преодолеть пользователям. Вообще трудно было рассказать пользователям про DApp, поэтому мы делали видео, мы писали статьи, у нас там есть вики. что оказалось легче, чем мы ожидали, у нас пока не было багов в контрактах, мы рады тому, что мы сделали авторизацию децентрализованную, мы ее тоже увидим сегодня, ну и в принципе идея эта сама нашла какую-то свою аудиторию сейчас, то есть она там зарабатывает какие-то деньги относительно небольшие отлично, тогда давайте перейдем прямо к демонстрации друзья, сейчас просто Леша подключит свой компьютер и покажет в интерактиве сразу ряд интересных моментов поэтому смотрим и наслаждаемся неким интерактивом вот смотри кстати здесь друзья, может быть какие-то вопросы появились к Алексею не думали что задать про трон сейчас Ярослав ты сможешь пока подключать давай задай если что про трон на него имеет смысл смотреть он хороший мне кажется он хотел сказать можно ли туда деньги вкладывать скажем так иос и трон выглядит как существенный конкурент эфира я бы так сказал у меня кстати в первой презентации говорил что трон это прям его один из тех сервисов я почему ребят позвал потому что реально ребят сделали очень прикольно что возьми микрофон еще через их сервис смарт повтори пожалуйста еще один почему ребят позвали на мероприятие потому что один из самых прикольных сервисов смарт который позволяет который позволяет самому выпустить любой токен запустить любой смарт контракт через простейший интерфейс прямо из кошелька поддержив всего веб3 соответственно можно сделать и RC20 токен себе помните как во время всего 5000 долларов за смарт контракции хотели вот здесь приблизительно там сколько у нас 50 долларов покатил там было даже дороже я помню там не то что 5 5 что-то совсем дешево и миллион люди дивиденды токен все там тоже 3000 долларов 5000 долларов мультисигначер ты куда показываешь там наверху написано все смарт токен а вот здесь мультисигначер дивиденды токен то есть куча всяких разных смарт контрактов в автоматическом режиме можно себе навыпускать без сложных интерфейсов главное не нанимая разработчиков там по 5000 долларов которые там возят смарт если я хочу сейчас делать смарт контракт и получать доллары или эфиры или биткоины я могу сказать ребята 50 долларов один эфир он стоит simple ICO а simple ICO то есть все то есть Аяш Шабудинов уже заходит по ссылке хочу скачивать себе да более того помнишь парня который себе на телевизор ICO useless token да вот именно вот этот контракт использовал ребят слышали да про useless token нет человек сказал что я выпускаю токен useless и там причем символ этого токена вот такой кулачок а вот здесь такой пальчик вверх ну типа и он написал ребята не покупайте это токен бесполезный не несет никакого смысла и в итоге говорит я хочу себе накопить на телевизор по последним данным когда ему в рамках этого ну не токен сейла а этого доната пришло эфиров он написал ребят мне теперь достаточно купить уже денег на 225 телевизоров там порядка двухсот с копейками тысяч долларов ну в зависимости от момента стоимости эфира ну это капец да давай Алексей давайте начинаем вот с логина логин децентрализованный делается за счет криптографии теперь самый простой это токен то есть раньше запускали часто и токен и ICO сейчас пореже ICO запускаем по крайней мере зимой токен чаще так можем не знаю какие у кого идеи какой токен будем запускать ну напиши скам токен или шит токен ну вы блин прямо не знаете ну давай просто по фану я не знаю окей давайте чей токен запустим example 01 да любой не знаю а вы в гус напиши xyz обычный экзамен сразу потом ликвидность через Unisweb сделать и все понеслась жара вот они ты знаешь тут же какие-то мошенники наберут таких токенов потом начнут людям продавать totally useless token как он у него там был у него даже был памп на децентрализованной бирже конечно его на биржах пропали люди по фану просто кто это так на телевизор в том что мы прямо просто тупо в форме говорим какой нам нужен символ токена там xyz или что-то еще там а есть символ 3x ну прям интересно это же просто это самое получается популярное и табетное имя и так далее сейчас посмотрим сейчас посмотрим сейчас так токен а вот у тебя сбоку было вот здесь вот вот прям да еще xxx кстати есть 3x а токен у него там 69 миллионов учитывая то что никто же не запрещает выпускать с одинаковым именем токен их тут дофига на самом деле ух ты ешкин кот все такие умные xxxs посмотрим то что мы хотим выпустить оно есть но пока нету чили да окей посмотрим что скажет эфирскан еще на эфирскане он появится сейчас тикер если эфирскан достаточно умен то да в эфире он по-любому появится ты же понимаешь что сейчас можно спамить я не знаю вот я сейчас допустим хочешь я подарю тебе токен с твоим именем и фамилией и начну просто реально как киберсквоттеры раньше выкупали конечно и никто вам не придет государственный с марца заработает кучу денег вам государство не придет и не скажет что я скажу нет ты убирай этот токен ты не прав то есть на день рождения если раньше дарили домены то сейчас я приду например к Лене и скажу Леня если в токене будет зашита информация что ты будешь всю жизнь мне что-нибудь делать как полезную услугу давай больше сделаем миссию давай сделаем по классике как люди сделают миллион токенов сейчас окей я просто понимаю то что это страшная сила придут какие-нибудь MLMщики начнут токены сейчас генерить раздавать это же жесть какая-то чили токен 18 2 миллиона поставим 18 это число знаков просто за бетон централизованно генерируется контракт и заливается сразу в эфир получается адрес делаешь 50 миллионов то есть он не сразу будет полученный а потом приватный ключ у тебя то есть он отправит placement ты людям раздаешь или прессы ну раздаешь себе там посмотрим как договоримся понятно страничку сделать ну и делаю возможность его сжигать просто галочки то есть если раньше приходилось программировать как контракт сейчас просто стоит окей вроде все правильно запускаем получаем получаем код то есть опять же все открыто код открыт а тут написано смотри restrict public access это чисто опция как бы наша то есть получаем все открыто мы естественно в блокчейне ни на что повлиять не можем речь идет вот эта галочка сугубо про наш интерфейс smarts.io как я и говорил что можно вообще дапу можно сделать положить ее где угодно просто у нас вот есть они лежат там можно вообще любой пользователь может в принципе скачать не кисло когда эфир помнит 1300 был в долларах даже в долларах не говорит сколько это если так про эфир хорошо рассказывают то наверное надо покупать эфир был 80 надо было токен но сейчас если эфир упадет то можно на день рождения но реально как кибер скоттер попытаться занять все основные торговать токен контракт полетел в сеть то есть он сейчас майнится и он сейчас заманился вот эта транзакция где он манился ну давай откроем ее посмотрим через эзерскан сейчас мы откроем сразу контракт а там будет информация о тому кому принадлежит смотри вот эфир скан увидел торгент посмотрим что туда видите эфир скан уже нарисовал вот холдер холдер это я а вот инфо зайди пожалуйста посмотри инфо просто доп информацию какую Тут надо еще добавить. А, то это вот апдейтить надо. А вот Дарик контракт просто посмотреть. Можно? Есть отсылки какие-то? Верифай. Да, его надо сначала верифицировать. А верифицировать через вашу платформу? Нет, верификация. То есть это такая вещь, независимая от блокчейна, скажем. Ребят, просто еще раз. Вот те, кто люди проводят ICO, например, и проходят верификацию на EtherScan, тех можно потом через новую верификацию посмотреть, кому он принадлежит. То есть в случае каких-то ситуаций, ну, по крайней мере, можно понимать. Ну, не совсем. То есть верификация, она просто берет код, убеждается, что код соответствует бинарному представлению и просто публикует его. Но зачастую при верификации проект же указывает и адрес сайта, как правило, и все остальное. Да, не совсем такая верификация, немножко по-другому. Там верификация есть же еще дополнительная, которая метадаммы опять все дают. То есть адрес сайта, проекта. Да, это немного не то. То есть это просто какая-то уютная база данных эфирскана. То есть они там собрали, поэтому именно они решают, что типа, допустим, токен XXX, он на самом деле такого-то проекта правил. Можно спросить тебя тогда? Вот смотри, вот мы сейчас токены сгенерили. Я хочу сейчас эти токены кому-то отправить. Приватный ключ или вот кошелек, как я могу зайти на этот кошелек, как отправить? Как вот здесь все транзакции? Это все через вашу платформу, да, получается? Нет, смотри, токен, он сейчас выпущен от моего адреса. То есть сайта токена сейчас у меня на адресе. Я могу взять ключ из метамаска. А, из метамаска, все. Видите, куда уходил под насунуть, и в любом кошельке у меня появится возможность отправлять это. Потому что у кошельков она иногда кривенькая коса, и у нас тут она, мне кажется, самая лучшая, самая лучшая. То есть кабинета инвестора нет? Просто метамаска. Ну, началось. Началось. Сейчас продажи пойдут. Да, кабинет инвестора, у нас он был, но это другая история. На самом деле, когда-то, это back to basis, когда первые ICO начинались, был код смарт-контракта, и больше ничего не было. Не было никаких вот этих вот BTC, Litecoin мы принимаем, какая-то платформа. Был просто адрес смарт-контракта, и ты только кидаешь эфирку, и тебе вылезает. Вот кошелек, вот сюда вложи, иди домой. Вот у тебя фантики. И было на самом деле более прозрачно, чем потом на этих платформах собирали. Там уже не понять, как там собирали, где эти деньги там. Лёнь, ну ты сейчас, знаешь, так говоришь, как раньше. Вот раньше и трава была зеленее, воздух чище. Там раньше была анархия. Это жирея просто анархия. К сожалению, нет. Не масштабировала. Вот смотрите, наш дом появился в ICO-скане, в самом настоящем майн-нете, там, где эфир по 174. Блин, ну круто. Всё по-честному. Подожди, а вы и в стаджейну делали? Просто они показывали, что они создают токены, то же самое, но только там вообще без DAP-а. Там внутри кошелька прям интерфейс. Супер. Да, я хочу добавить, что токенами, конечно, весь блокчейн не ограничивается. Вот это пример классический Ledger, то есть вот этой неизменяемой книги состояния, скажем так. Мы сделали, опять же, на своем сотрудник-контракте реестр наших аудитов. То есть мы в блокчейн, когда мы проаудировали проект, мы пишем хэш кода проекта и подписываем свои подписи, что да, мы это проаудировали. Больше, соответственно, то есть нет возможности это дело всё откатить и спрятать. Вот если мы посмотрим, не знаю, поищем по аудишнику, так, не знаю, 11-й. Вот мы буквально сегодня, вчера сдали аудит проекта Ruby, и он зафиксирован в блокчейне эфириума, этот факт. Вот то, что мы вот эту вещь проаудировали. Если у них что-то будет, какие-то проблемы, там их взломают, не дай бог, то они нам потом предъявят, что, ребята, вот смотрите, вы нас аудировали, я отмазал. Алексей, когда мы говорим, что вы самый честный смарт-контракт, да? Понятно. И это всё, опять же, то есть это можно посмотреть в эфире. Сейчас. И тут примерно то же самое, только в более неудобном интерфейсе можно вынять всю вот эту же самую инфу. То есть, видите, это не мы придумали на сайте у себя, оно всё есть в эфире реально. Вот примерно так выглядят дапы на текущий момент развития технологий. Много кост-люди обращаются за вот такими услугами, за созданием смарт-контрактов и токенов. Самое интересное, что сервис работает с крупными автономами. То есть, он просто работает, и те, кто знают, что это смарт-союз, заходят, и ребятам падают деньги. Как я говорила, сервис предельно простой, то есть, он почти статический, и нам не приходится там ломать голову, что типа надо ещё 10 серверов поставить. Оно работает через блокчейн. Супер. Алексей, ну, выходи тогда сюда, сейчас вопросы позадаем тебе последние. Ребят, ну, мне кажется, прикольно. Очень прикольно, да? Вон, джентльмен с прической как у Децева. Представься, пожалуйста. Здравствуйте, я зовут Арсений. А вы смотрели на подобные решения других блокчейнах, которые представляют уже, так сказать, из коробки всё это дело? Вейвс? В том числе. Смотри, ну, давай скажем так. Мы исходили, скорее, от блокчейна, да, а не от решения. То есть, проще говоря, сначала нужно сделать на эфире, как на самом используемом, де-факто, блокчейн, для смарт-контрактов. И там мы смотрели на конкурентов, которые уже делают что-то подобное. Конкуренты были, и есть там, буквально, я не знаю, один, там, два сейчас. Берёшь пацаном прям прям... Поэтому, ну, не сказать, что это совершенно уникальная вещь, да. Что касается других блокчейнов, то они добавляются... Он бы сказал там, типа, да, работаем, делаем, решаем вопрос, а он нападает нечего. Мы добавили EOS, мы думаем над троном. Ладно, но меня. А что касается Вейвса, ну, у них много действительно есть без коробки. Это вообще некрасиво. Все остальные-то видят. Спасибо. Есть ещё у кого-то вопросы? Может быть, кто-то уже токены хочет свои сделать? Леонид Морозовский Коэн, Саша Коэн. У меня уже давно есть. Да? Ну, тут есть, бегает там товарищ Саша Коэн. Нормально. Говорю, Саша, а зачем ты это сделал? Он говорит, ну, я, говорит, блогер в Сан-Франциско. Говорит, я скоро их буду продавать токены. Вернулся в Москву. На самом деле была идея, да, давно ещё до всех этих регуляций, что, в принципе, каждому человеку, каждой компании можно, то есть, можно сделать токен. И по сути даже у нас бывает есть сделать себе токен. Такое, знаешь, тихое ICO такое. Типа, вот коины, хотите берите, хотите нет. Тихое ICO. А потом, как бы, допустим, мы могли бы сделать какие-то скидки на базе этих коинов. Но, вот, скажем так. Это уже карта Малина, я не знаю, или Сбербанк, спасибо. Что-то типа того. Кстати, можно спросить? Стоять на Заяц Факторинг. Факторинг всю жизнь. Ребят, вот смотрите, получается, если де-факто завтра какая-нибудь нонейм биржа или какая-нибудь нонейм биржа решит разместить свои токены, например, или фонд, и раздать, например, своим соучредителям, ой, не соучредителям, инвесторам, то такое же, в принципе, возможно. Кирилл, на самом деле, рассказывал про Aragon, там уже это делается. Когда ты создаешь свое DAO, он уже распределяет токены, и более того, уже есть контракт роутинга, который позволяет тебе управлять этим контрактом, то есть списывать деньги. А если там внутри еще и DAI, как стейблкоин, то у тебя, по сути, организация, которая полностью повторяет, дублирует обычное ООО там на территории России, только распределенное. Да, по сути, это все очень как бы заточено под вот именно организацию Орагона. И единственное, что, как бы вопрос, который встает перед тем, кто это делает, это все-таки legal, да, то есть, теоретическая подопрека действий. Ну, да, legal, наверное, это важно. Друзья, есть еще у кого-то вопросы? Может быть, кто-то задал? А кто-то вот про legal еще два слова. Про legal. Давайте тогда в микрофон. Начинается legal метаф. Нет, ну, вопрос, вот если бы вы решили, как бы, legal бы. Ну, просто вот тут все сформируется, все как паззл и сошлось, остается legal решить. Ну, что вы посоветует? Я не советую, я не советую раздавать дивиденды, я не советую делать возможность влиять на развитие компании, то есть, делать возможность голосования за решение, потому что это все пахнет очень сиритически. Я, как человек с юридическим образованием, скажу так, что... Вы же банкир, люди. Ну, был грешок, я еще и юридическое получил. Значит, надо понимать, что такое legal. Вообще, legal, когда ты написал расписку от руки, это тоже legal. То есть, есть некое гражданское ворот, гражданское право, которое позволяет индивидуум, субъектам самостоятельно выбирать форму взаимоотношений хозяйственных. Это значит, что ты можешь сделать публичную оферту и записать ее в токен. Если кто-то, кто предъявит мне этот токен, то есть, если будет кто-то, кто предъявит мне этот токен, я обязан выполнить какую-то услугу. Если ты зашьешь внутрь смарт-контракта, тебе сразу защитит гражданский кодекс. Пока это работает как с физическими лицами. То есть, ты как физическое лицо можешь дать commitment, офер. Более того, он должен быть ограничен по времени. И если кто-то придет к тебе и предъявит этот токен, а ты откажешься от услуги, тебя можно заинфорсить со стороны судебного органа. То есть, это в принципе можно запихнуть в рамки хозяйственных отношений гражданского права. Никто из ICO этого не сделал. Все было на словах. Леня, вот здесь кошелек лежит, сюда эфир кидай. Иди домой. Токены пришлю. Все. Друзья, может быть, есть еще у кого-то вопрос? Ну окей, давайте тогда действительно поаплодируем Алексею.